День защиты от безработицы Светлана Дронова, исполняющая обязанности руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о ситуации на рынке труда Ульяновской области. Как ульяновцы пережили пик пандемии? Рынок труда сейчас, наверное, каждую неделю звучит у нас. Что у нас с ним происходит, куда он двигается. Если говорить в сравнении с пандемией, то мы сейчас, конечно, выглядим и чувствуем себя на рынке труда гораздо лучше. У нас всегда вспоминается сентябрь, когда самое большое пиковое значение было официально безработных. 33,1 человек. 33 тысячи, 1 человек. И эту цифру, наверное, меня через много лет, наверное, спроси. Я ее буду помнить. И когда мы начали уже активно людей трудоустраивать, активно пошло снятие с учета, мы в сентябре с 12-го места вышли уже в марте, в апреле месяце. В апреле уже закрепились на второе место в ПФО. Мы сделали очень большой рывок. Если до пандемии мы были всегда в ПФО на втором месте, на первом месте был у нас Нижний Новгород, то мы были на втором, а Торстан был на третьем. Сейчас мы ровно в эту тройку уже вошли. То есть все остальные регионы приблизительно с нашей скоростью выходят сейчас из вот этого огромного затяжного периода большой безработицы. На сегодняшний день у нас безработных официально со статусом 6550 человек. Ну, это количество каждый день меняется. Кто-то встает на учет, кто-то снимается с учета. Если в процентах, то безработица сейчас у нас 1% с 1 сотой. И по-прежнему Торстан за нами, Нижний Новгород перед нами. Наша задача сейчас, чтобы мы летом перешли все-таки в ситуацию до пандемии. Почему это возможно? Потому что мы понимаем, что вот еще осенью, когда мы на пике были, уже начал рынок труда восстанавливаться, экономика начала восстанавливаться. И с этого года, с начала, вот с февраля мы видим просто бум вакансий. У нас огромное количество вакансий сейчас. Это в 3,5, в 3,2 точнее раза превышает количество безработных. То есть у нас на сегодняшний день вакансий практически 18 тысяч. Вот по рейтингам, как нам удалось на приличный уровень выйти? Скажу сразу, вот критикуют нас часто, говорят, вот вы там людей не ставите на учет, вы их там как-то выпинываете. Во-первых, у нас реальных рабочих мест много. Вот вчера встречались на территории Димитровградского автоагрегатного завода, и дипмастер вместе с Димитровградом уже заявили потребность в ближайшие полгода на полторы тысячи человек. Где они будут этих рабочих брать? Вчера как раз мы об этом говорили, потому что те, кто у нас стоят сегодня на учете, к сожалению, не соответствуют запросам работодателей. Люди нам говорят, вот у нас нет работы, работодатели говорят, вот у нас нет специалистов. У нас безработица больше структурная, у нас не соответствуют те, кто стоят, тому, кто нужен. Выходили как? Во-первых, очень активно трудоустраивали. У нас сейчас процент трудоустройства 40% от обращающихся. Вроде бы не очень мало, но до пандемии у нас было 60%. Мы к этой цифре больше идем. Проводим, он в онлайн ушли очень сильно, проводим ярмарки вакансий в онлайне, и проводим открытые кадровые подборы непосредственно под работы дателя, приводим ему будущих сотрудников, соискателей, уже с отработанными резюме, с отработанными какими-то заявками самих безработных, что они хотят на это место. Вот наша вообще задача соединить экономику, собственно, и людей. Вот эта вот связка, это как раз наша задача. Вот чем мы ее лучше делаем, тем больше трудоустройства. И, соответственно, мы больше людей снимаем по трудоустройству. По вашей программе, когда вы знакомите работы дателя и соискателя, кто больше всего приходит, кто лишился работы, и какие профессии оказались в зоне риска в то время? Делали мы портрет безработного. Просто даже для себя сначала, а потом поняли, что очень важную тему мы увидели. На самом деле у нас приходят люди, ну, грубо так, половина на половину с образованием или без образования. Около 50% у нас имеют только школьное образование. И люди приходят за, ну, либо за работой, которая им просто любая подходящая, либо они приходят за пособием. И это тоже правда, это тоже такое есть. И скрывать здесь не будем, потому что работодатели тоже иногда говорят, что идут люди не мотивированные от центра занятий, поставьте мне там печать. Есть такой процент. Но 50% есть людей, которые имеют высшее и среднепрофессиональное образование. Они тоже к нам пришли, тоже встали на учет, тоже начали искать работу. Мы отмечаем, вот сделали средства по высшему образованию. Люди с профессиональным высшим образованием, почему они у нас не востребованы на рынке труда. И очень удивительная цифра получилась у нас по Ульяновской области. Из всех стоящих на учете людей с высшим образованием, 38% это юристы и экономисты. То есть это люди, которые отучились 4-5 лет в институте, вышли на рынок труда или работали, а потом лишились работы. И сейчас они просто не востребованы работодателями, потому что уклон сейчас больше все-таки на технических специалистов, на линейный персонал, на синих воротничков. А в этой ситуации, да, люди имеют высшее образование, да, они готовы работать, но для этой категории действительно очень сложно работу подобрать. Очень узкий рынок труда для них сейчас. И даже через кадровый центр? Ну, кадровый центр самостоятельно не создает рабочие места, он только устраивает на те места, которые дают работодатели. Поэтому на сегодняшний день мы говорим, да, у нас экономика сейчас, это экономика, во-первых, технологическая, у нас много обрабатывающих производств в области, и второе, это экономика услуг, куда, особенно вот с пандемией, очень большое количество людей требовалось, и сейчас до сих пор требуется. Это люди, которые помогают получать услуги на дому, помогают людям в сложной ситуации, курьеры, водители, логисты. Вот это сейчас в топе, если смотреть сферу услуг. Примерно какое процентное соотношение, чтобы понимать, люди должны на это идти, на эти профессии? Ну, найдут ли они свое место? Найдут этих, вот таких вакансий у нас достаточно много. Но почему бы мы не хотели, чтобы у нас люди массово туда шли, особенно люди с высшим образованием? Ну, потому что не хочется терять навыки профессиональные, не хочется терять трудовой ресурс, именно подготовленный с профессиональными навыками. Может быть, даже и это где-то и легче работа, но для рынка труда это нехорошо, если специалисты будут переходить в эту сферу. Поэтому наша задача где-то, может быть, доучить, может быть, переквалифицировать людей с базовым профессиональным образованием, но все-таки оставить их в сфере той, на которую они учились. Это правильно. А кто у вас занимается обучением? На сегодня у нас на территории области действует несколько программ, по которым можно учить персонал не только по нашей линии. Мы обучаем безработных, мы обучаем пенсионеров, которые хотят возобновить трудовую деятельность, которые заявляются к нам в Центр занятости. При этом у нас действует национальный проект, который с этого года курируется Министерством просвещения нашего. И можно заявиться на портале «Работа в России», зайти на этот портал, нажать там «Кликнуть хочу обучаться профессионально». У вас выпадет меню из перечня профессий и специальностей, где вы можете выбрать, и оставляете заявку на обучение. Там достаточно большое количество категорий, кто может учиться. На территории Ульяновской области три региональных оператора, которые предоставляют услуги образовательные. Это наш МЦК «Авиационный колледж», это УЛГУ и это РАНХИКС. Вот эти три оператора, они как раз и представляют программы обучения бесплатные в рамках национального проекта для категории определенных в нас в проекте. Не буду перечислять, там действительно много категорий. Еще одна возможность обучиться, это через социальный контракт, подходит для людей, которые в трудной жизненной ситуации, и которые готовы вложиться в том числе в свое образование, для того, чтобы потом трудоустроиться, либо открыть свое собственное дело. Это тоже можно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, ну или в центры занятости, мы тоже такой информацией обладаем. А документы сложно оформить именно на эти программы дополнительного образования? Нет, не сложно. Пандемия научила нас работать дистанционно, и практически все документы у нас в рамках между собой обмена, межадминистративного такого обмена, практически все документы идут по электронному документообороту. Человеку, ну, если придется приходить, то это, как правило, разовое какое-то, для того, чтобы собственноручно заполнить заявление, например. Заявление и еще какой пакет документов необходимо иметь, чтобы хорошо все отправить? Да, подтверждение статуса, но, как правило, подтверждение статуса тоже бывает в электронном виде. Если он безработный, то это наша часть, это пенсионный фонд дает такие справки, это налоговая, которая подтверждает, что у человека нет дохода. То есть наш вот обмен электронный, он дает возможность человеку, не уходя из дома, сделать заявку, оставить ее либо на портале работы в России, либо через соцзащиту оставить заявку на обучение по соцконтракту, либо к нам обратиться как безработный с желанием тоже переобучиться. Если человек очень сильно хочет получить образование, он будет долго ждать, пока все оформляется, или все быстро? Зависит от комплектования групп. Конечно, индивидуального обучения, но вот в таком подходе практически не предусмотрено. Все-таки должна быть какая-то небольшая хотя бы группа, и образовательные учреждения говорят, что они готовы готовить от трех человек. Вот три человека есть, и они начинают работать уже. Поэтому, ну, насколько, как быстро мы найдем трех человек? Я думаю, достаточно быстро. На наш опыт в течение месяца будет вопрос уже решен. Светлана Владимировна, сейчас школьники как раз заканчивают учебу, и многие из них, кто постарше, уже хотят самостоятельно зарабатывать денежку. И куда им обращаться, чтобы получить летнюю занятость? Очень хорошая тема, хорошая, потому что на самом деле ребята могут летом, ну, вообще в свободное от учебы время в течение года, но в основном, конечно, летом, действительно поработать, заработать свои первые деньги, и заработать их, вот почувствовать, что это действительно своим трудом. Вот не родители дали, да, я не сэкономил там где-то, а действительно это своим трудом, такие деньги заработал. У нас эта программа идет уже несколько лет. Можно обращаться в службу занятости по месту жительства. В прошлом году, поскольку ковидные ограничения были более жесткие, мы очень долго не запускали эту программу из-за ограничений. Мы начали только ребят допускать до работы с июля месяца, и только на открытом воздухе маленькими группами, либо это индивидуальное что-то было. В этом году уже сейчас первые договора есть, и первые ребята вышли на работу. Оплата труда, если ребенок месяц работает, то, соответственно, он меньше МРОД получить не может. Плюс к этому за полный месяц он получает от службы занятости поддержку в размере 2250 рублей. Сверху МРОД. То есть если говорим, что у нас МРОД составляет порядка 13 тысяч плюс 2 с небольшим тысячи, вот наша доплата, ребенок может получить где-то 15,5 тысяч за месяц. Если он работает, опять же, в своем режиме по 4-6 часов, ну, в зависимости от возраста. Потому что работать ребята могут по нашей программе с 14 лет. С 14 до 16, 16 до 18. То есть вот это вот как раз категория несовершеннолетних. Причем оформляются все документы. Ребята страхуются, ребятам оформляется трудовой договор. Они регистрируются на портеле работы в России. Соответственно, все по-белому оформляется. Защищаются права детей, в том числе и от невыплаты заработной платы, и чтобы они в нормальных, хороших условиях при соблюдении всех мер безопасности трудились. Спрашивают очень часто, на что, где можно трудиться. В зависимости от того сейчас, какие работодатели какую работу предоставляют. Но в основном, конечно, очень востребовано от работы дателя это благоустройство разное. Ну, начиная там условно от чистоты дорожек, заканчивая цветниками и покраской скамеек. Мы делали в прошлом году помощь школам очень большую. У нас ребята работали дистанционно помощниками вожатых в летней занятости. Курьерами они работали. Ремонтировали книги в библиотеке. Особенно хорошо у нас получилось, у ребят с инвалидностью. Они сидели дома, им привозили книги, они ремонтировали, у них увозили. И таким образом человек был занят. Он работал, он зарабатывал деньги. И он понимал, что он делает хорошее, доброе дело. Вообще для школы, для своей. Вот такие вот примеры. Это действительно здорово, когда так получается. Поэтому приглашаем ребята приходить. У нас еще места есть. На сегодняшний день у нас уже зарезервировано порядка 47% от общего количества вакансий, которые мы даем на летнюю занятость. Около 3,5 тысяч мы за лето должны, ребята, обеспечить работой. Вот у нас уже около 2 тысяч есть заявок. Поэтому поторопитесь, приходите, пока места есть. Это и есть акция «Мое трудовое лето». Мое трудовое лето – это акция, которая про летнюю занятость. Мы ребят уже второй, третий год уже привлекаем к чему. Мы хотим, чтобы ребята не просто работали, а чтобы они рассказали о том, что они делают. Рассказали, почему им это нравится, почему они пошли именно на эту работу. Что это им дало, куда они решили вообще свои деньги вложить, потратить. И показать, чему они научились за лето. Потому что очень хотелось бы, чтобы они еще и на какое-то представление, как профориентация, чтобы они получили представление о работодателях, у которых они работают. Очень много коммерческих у нас фирм заявилось. Не буду их в эфире рекламировать, но много коммерческих заводов и предприятий, организаций заявилось. Ребята присылают нам фотографии, описание, что они делают, почему им это нравится, почему они считают, что это классно. Дальше у нас идет голосование, все честно, мы не сами судим. У нас идет интерактивное голосование на портале. Можно проголосовать за тот иной рассказ, фотографию. И трех лучших традиционно мы будем награждать ценными призами. В прошлом году это были планшеты. Мы думаем, что в этом году тоже у нас, если не планшеты, мы все равно что-то такое интересное придумаем, современное, чтобы ребятам было интересно получить за свой труд еще и вот такое поощрение. А как вы работаете с выпускниками средних и высших учебных заведений? Вот не со школьниками, а кто уже постарше, уже покрепче? Это уже люди взрослые, они уже совершеннолетние. У нас в этом году выпускники СПО и вузов порядка 8 тысяч человек выйдут в Ульянской области. Ну, традиционно мы понимаем, что в июле люди защитят диплом, они уже в июле выйдут на рынок труда. Но, как правило, это уже проверено. Трудоустраиваться они начинают где-то с конца августа, с сентября, потому что надо выдохнуть после диплома. И мы поддерживаем и ребят, которые приходят на первое рабочее место, и работу дателей, которые этих ребят берут. Как бы с двух сторон, чтобы было интересно. Уже третий год у нас будет действовать постановление о первом рабочем месте, когда работодатель получает поддержку, если он берет человека, ну, выпускника без опыта, и не меньше полугода он обеспечивает его работой. Мы таких работодателей поддерживаем. Там есть небольшая выплата, порядка 50 тысяч рублей. Ну, как поощрение работодателю, что он берет, он же все равно обучает на своем оборудовании, в своей технологии выпускника. Поэтому вот работодатель определенную на себя обязанность берет, а мы такую обязанность поощряем. А с точки зрения поддержки самих ребят, у нас с 1 января этого года заработал закон о поддержке молодых специалистов. Он пока действует только для бюджетников, для ребят, которые идут работать в бюджет. Причем муниципальные или региональные, неважно, там в школу он идет работать, в поликлинику, или в социальную защиту, или в культуру, или в ветеринарию. У нас в этом законе большой пул предусмотрен, кто туда входит. Ну, практически все бюджетники, ребята. Там действительно очень хорошие меры поддержки, начиная от грантов на научную работу и обучение по специальностям, поддержка проектной деятельности, и заканчивая компенсацией за отрат на проезд во время отпуска, к месту отдыха и обратно. Это компенсация за съем жилья, потому что хочется уже самостоятельно жить. И полгода по этому закону молодой человек может рассчитывать на компенсацию частичную за отрат на съемное жилье. Там предусмотрены меры поддержки наставников. Но, в общем, там много. Мы в этом году его начинаем уже с 1 января откатывать. И вообще, если честно, мечта такая, чтобы мы на следующий год этот закон распространили еще и на ребят, которые приходят в коммерческий сектор, не в бюджетный. Понятно, что мы не можем командовать предприятию, чтобы он выплачивал что-то, но поощрить работодателей, которые будут это делать, я думаю, что мы вполне можем себе позволить. Поэтому такая мечта, чтобы это вообще на всех участников распространялось. А какими инструментами этого можно добиться? Может быть, какие-то постановления, может быть, наоборот, эти предприятия тоже привлекать за какое-то взаимовыгодное сотрудничество? У вас есть уже какие-то наметки? Ну, конечно, предприятие должно понимать, собственно, отдача какая будет. Самый первый результат, это когда к тебе приходит молодой специалист, ты его поддерживаешь, а он, понимая, что предприятие к нему лояльно, предприятие его хочет удержать, предприятие рады ему. Таким образом, молодой человек воспринимает предприятие как родное, которое заботится о нем. Ну, и таким образом формируется лояльность и приверженность, собственно, своему рабочему месту. Это вообще, мне кажется, главное, что должно быть. Вот за это должны предприятия бороться. А вообще коммерсанцы считают все в выгодах, поэтому у нас есть... Мы вот сейчас просматриваем, мы думаем, какими механизмами все-таки лучше поощрять предприятие. Начиная от прямых выплат каких-то, вот как мы за выпускников сейчас делаем за первое рабочее место. Против 50 тысяч, да, как раз? Да. И заканчивая дополнительными баллами, например, при разыгрывании государственных контрактов, если он поддерживает своих молодых специалистов. То есть мы еще пока просматриваем варианты, варианты разные. Не обязательно платить, например, ездить и другими. А государственное частное партнерство, да? Да, конечно. Мы же очень хотим, и предприятия сейчас говорят, чтобы у нас молодежь не уезжала из Ульяновской области, чтобы она оставалась здесь. А останется молодежь, если, ну вот на наш взгляд, если будет интересная работа, если будет перспектива своего собственного жилья, ну и по большому счету, если будет у нас в области просто какая-то движуха такая молодежная, вот сленгом прямо скажу, когда будет просто интересно не просто работать, но и хорошо отдыхать. Вот если эти три параметра сложатся, то мы считаем, что у нас молодежь будет говорить, что да, я никуда отсюда не уеду, у нее все есть здесь. Может, идеалистично немножко звучит, но мы бы хотели, чтобы у нас все-таки молодежь нашу область любила, и взаимно это было, чтобы она понимала, что Ульяновская область тоже любит молодежь, поддерживает, заботится о ней. Кстати, о молодежи. Светлана Владимировна, я хотела уточнить. Молодой специалист – это до скольки лет? Кто успевает? Молодой специалист – это до, вот мы расширяли там рамки, до 20-25, мы решили, что молодой специалист – это будет до 30 лет, потому что разные ситуации, ну, например, закончил человек высшее образование, обучение по ВУЗе, ну, ему сколько лет на выходе, 21-22, да, где-то так приблизительно. Он, например, Годен Кармен пошел служить, ему уже 23-24 года. Вот он пришел, может быть, у него были какие-то обстоятельства, что, ну, не сразу он пошел на работу. А если будет предельный возраст 25, то, собственно, он когда будет пользоваться этими льготами, он же не успевает. Или там молодая девушка, закончила институт, вышла замуж, родила ребенка, она 3 года находится в декрете, у нее заканчивается возраст молодого специалиста, поэтому мы его расширили, да, мы оставили 30 лет. Спасибо, Светлана Владимировна, за интервью. Это была программа «Гость студии» и ведущая Виктория Черкова. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»